Преступников Продолжение следует... В Сеуле вслед за Римом опробовали авиационные такси. Министерство транспорта Южной Кореи провело презентацию авиатакси, которая свяжет аэропорт Кимпхо с центром Сеула и двумя другими сеульскими аэропортами. Как показали испытания, диспетчеры аэропортов вполне справляются с управлением полетами низколетящих авиатакси. Коммерческие рейсы начнутся в 2025 году. Полет до центра города составит примерно 93 доллара, около 7 тысяч рублей. А в Риме, где также объявили цену полета из аэропорта в Юмичину до центра, она почти вдвое выше 150 евро. Это более 12 тысяч рублей. Сразу два российских теннисиста попали в первую пятерку мирового рейтинга по итогам сезона. Это произошло впервые за 20 лет со времен выступления Марата Сафина и Евгения Кафельникова. Даниил Медведев занял второе место, Андрей Рублев – пятое. В финальном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Первой ракеткой мира остается серп Новак Джокович. В ближайших выпусках новостей. Более полутора тысяч человек без QR-кодов не пустили в транспорт в Казани за полдня. Подробности сообщают наши коллеги Серебряного дождя в Казани. Госдума обсудит введение уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД. Музей гаража и японские архитекторы восстановят павильон «Шестигранник». И назван лауреат премии «Голден Бой» – лучший молодой футболист Европы. Подробнее об этих и других событиях в новостях. Большое спасибо, Оля. Пробки на дорогах сейчас 6 баллов. За окном в Москве минус 2, но из-за ветра кажется, что на улице намного холоднее. Предстоящей ночью 5-7 градусов мороза. Первая половина этой недели будет сухой и морозной. Завтра во вторник минус 2. Выглянет солнце. В среду ноль и снег. С четверга днем будет плюс 1, плюс 2 усилится ветер. Ну а сейчас наш эфир продолжит вечерний РБК. Добрый вечер. В Москве 18.04, понедельник. И, как обычно, в это время на серебряном дожде вы слушаете программу «Вечерний РБК». Но сегодня, как видите, как слышите, у нас снова замена. Потому что Ян Яныч по уважительной причине отсутствует. Сегодня и завтра тоже. И оба эти дня вместо него здесь будет звучать мой голос. Меня зовут Екатерина Столярова. Как-то мы уже с вами в этой студии встречались. Один раз месяц назад это было. И вы тогда прислали такое огромное количество хороших, тёплых сообщений, отзывов, слов поддержки. Что, видимо, вот поэтому я снова здесь. И сейчас я, кстати, хочу воспользоваться возможностью сказать вам спасибо. Я, честно, даже потом друзьям даже рассказывала о том, какая тёплая аудитория на серебряном дожде. Это правда. Это правда. Вспоминаю свои эфирные пилоты и полностью тебя поддерживаю. Аудитория у нас шикарная. По-хорошему так я даже позавидовала. Думаю, каждый день в атмосфере такой любви и такого принятия работать – это приятно. И я вижу, что вы уже даже, вот кто-то помнит, пишет сообщение, что, Катерина, приветствуем вас. Рады вас снова слышать. Я тоже рада. Итак, давайте эти два дня вместе проведём. Я напомню, что «Вечерний РБК» – это совместный продукт умного радио «Серебряный дождь» и ничуть не менее умного телеканала РБК. Мы здесь обсуждаем в этой программе темы, которые так или иначе большинство из нас трогают. касаются, которые для всех нас важны. И обсуждаем их вместе с вами. Я это подчёркиваю. Потому что проект интерактивный. И чтобы эфир этот не превращался в тихо сам с собой, я веду беседу, я призываю вас, пожалуйста, пишите, звоните нам. Все наши контакты, я думаю, постоянные слушатели знают. Для непостоянных я напомню. Телефон для связи 730-101, код Москвы-495. А все виды сообщений можете присылать на номер плюс семь девятьсот три семьсот девяносто семь шестьсот тридцать три. А ещё напомню, что вы можете смотреть нашу трансляцию на Ютубе, комментировать там её тоже. И вот, кстати, там, если вам интересно, можно не только увидеться, но и услышаться, увидеть, точнее, не только услышаться, но и увидеться. Посмотреть, как выглядит тот, кто сидит сейчас за микрофоном. Если любопытно, заглядывайте, пожалуйста. Ну что ж, давайте я расскажу, какие темы сегодня я хочу с вами обсудить. Темы у нас две. Во-первых, это цены. Всё дорожает. Ничего хорошего, к сожалению, здесь сказать не могу. Всё действительно дорожает. И вот производители сладостей сегодня порадовали, в кавычках, что конфеты, шоколад, торты, всё это с первого декабря станет дороже. Что-то на 5%, какие-то позиции и на 20%. Красная икра на 30%. Она уже свыше 5000 за килограмм, продавцы просят. Такое, кстати, впервые за 20 лет. Ценники на красную икру в рознице удивляют тоже. На 16% в среднем они выросли. И вот с рыбной продукцией на самом деле особенно удивительно, потому что, казалось бы, оснований нет. Росрыболовство даже обещало ранее, что наоборот цены будут снижаться, потому что хорошая была добыча. Но вот тем не менее. И мы с вами давайте зададимся здесь вопросом. И экспертов здесь будем в студии ждать. Их об этом спросим. Что же такое происходит? Это такая предновогодняя золотая лихорадка? Желание заработать перед праздниками? Ну, что, в принципе, наверное, понятно. Бизнес делает это регулярно. Или это действительно объективное состояние рынка? Тут, кстати, еще и пробки из фур на границе с ЕС добавляют ложку дегтя во все это дело. Это все тоже на ценах скажется. Ну, вот обсудим с вами и с экспертами эту тему, как скажется, и что нам с вами всем делать. Не добавляет новогоднего настроения еще и коронавирус. Пять недель там, да, примерно, по-моему, осталось до Нового года. А вот пока регионы только ужесточают ограничения. И сегодня в Татарстане первый день действия QR-кодов на транспорте. Этот день прошел не очень, откровенно говоря. Почти вот полторы тысячи человек, сейчас мы в новостях слышали, да, просто высадили за день из автобусов, из трамваев за то, что нет кода или за то, что не хотят показывать. Такие прецеденты тоже были. В метро людей не пускали. Плюс зависала система, то есть вот эти телефоны, которые выдали контролерам, они просто висли, что провоцировало огромные очереди. Ну, естественно, не обошлось без конфликтов. То есть пассажиры нападали на контролеров, контролеры нападали на пассажиров. Такое тоже было. Люди отказывались показывать эти цифровые паспорта. Полицию даже вызывали. Ну вот пока, пока подчеркну, это Татарстан первый регион, где практика с QR-кодами на транспорте работает. Вот первый или не первый, последний или нет, обсудим тоже сегодня с вами и с экспертами, потому что пока вопрос действительно открытый. Вполне вероятно, что другие регионы захотят этому примеру последовать. Плюс к тому, кстати, из-за сложной эпидемобстановки отменяются мероприятия, кремлевской елки не будет. Ну вот есть такое ощущение, что коронавирус крадет наши праздники. Каким он будет новый 2022 год, пока непонятно, как мы его будем встречать. И мы давайте это с вами обсудим. Еще раз напомню, что телемост у нас есть. Есть возможность позвонить нам на эфир, телефон для связи 730-101, код Москвы-495. Все виды сообщений присылайте, пожалуйста, на номер плюс 7903-797-633. Высказывайте ваше мнение, задавайте вопросы, мы все принимаем, все слышим. И еще раз напомню, что можете смотреть нашу трансляцию на Ютубе. Мы сейчас буквально ненадолго прервемся на короткую паузу, а потом вернемся. Мы благодарим наших рекламодателей. Спасибо за размещение. Умные знают, как заработать. Они получают 9% годовых по Альфа-вкладу. Откройте онлайн или в любом отделении. Альфа-банк. Для умных и свободных. АО Альфа-банк. Внимание, в эфире Квартет И. Но это серьезное сообщение, потому что очень важный повод. 30 лет компания Лукоил. У вас тут действительно серьезные подарки. Запас топлива на месяц. И 30 автомобилей Мерседес-Бенц. Серьезно? С 15 ноября по 31 января. Заправляйте от 30 литров топлива с картой лояльности. Заправьте выгоды от Лукоил и участвуйте в акции. 30. Это серьезно. Срок заведения акций с 15 ноября 21 по 28 января 2022 года. Информация, прогнозаторы, правила, количество писал, сроками месяца и порядки получения на сайте лукоилпром 21.ру и на АЗС Лукоил. Самое главное в настоящем – думать о будущем. И у нас оно просчитано до последней цифры. Специальное предложение на Мерседес-Бенц С-класс-близинг на сайте mercedes-bens.ru Чтобы вы могли просчитать все на много шагов вперед. Специальная программа финансирования «Экспресс-бот-класс». Мерседес-Бенц С-класс-байнджин сервис С-класс. Предложение ограничено и действует до конца ноября. Подробности узнавайте у официальных дилеров и на сайте mercedes-бенц-бенц-ручка не является обычной верной. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решила открыть бизнес. Когда это купит, это вообще не бизнес. Катя, у нас есть звонок от слушателя. Звонок есть, да? Да. Когда мы его сразу? Ну, если ты хочешь, сразу. Если не хочешь, ну, я думаю, он долго ждать не будет. Ну, давай, возьмем. Звонки же редко бывают, да? Почему? Давай. Конечно. Ну, давай, я сейчас проанонсирую, о чем мы еще в России возьмем. Альфа-банк. Вечерний РБК. Ну что ж, мы возвращаемся в студию. Это программа Вечерний РБК. Сегодня здесь я, кто только присоединился. Напомню, что зовут меня Екатерина Столярова. Ян Яныч на два дня отпросился, поэтому эти два дня здесь заменяю его я. И я уже рассказала перед этим, какие мы темы будем сегодня с вами обсуждать. Во-первых, это подорожание фактически всего. А во-вторых, коронавирусные ограничения, которые вводят регионы. Понимаю, что обе новости у нас сегодня какие-то грустные. Но, к сожалению, других не поставляют. Итак, цены. Коротко, если пропустили эту новость, все дорожает. Во-первых, производители сладостей сообщили о том, что шоколад, конфеты, торты. Вот это все вырастет в цене уже с 1 декабря. В диапазоне от 5 до 20% примерно вот так изменится стоимость разной продукции. Об этом уже ритейлеры предупреждены. Но все по-разному пока на это реагируют. Кто-то уже согласился с тем, что, да, ценники поменяют. Кто-то пока еще думает. Я хочу задать вопрос вам в связи вот с этим всем. Готовы ли вы экономить на новогоднем столе или, быть может, на подарках? Или уже закупились всем основным? Знаете, как холодильник обычно забивается в декабре и говорят, это на Новый год. Быть может, среди вас есть уже такие люди, которые все основное закупили и ждут теперь, когда наступят праздники и считают, что таким образом экономят. Пожалуйста, пишите нам сообщение на номер плюс 7903-797-633 и к нам можно дозвониться в студию. Вот Даша говорит, что у нас уже есть звонок. Давайте мы его примем. Давай посмотрим, дождался ли слушатель нас. А нет. А нет. Не дождался. Ну ничего, звоните, пожалуйста, нам. Есть такая возможность. Телефон для связи 730-100 и 1 код Москвы 495. Я пока расскажу подробнее, что же все-таки там задумали производители и почему же все дорожает. Ну, по их данным, дорожает все, потому что дорожает все. В том числе сахар. Ну вот если мы говорим о сладостях конкретно, да, то дорожает сахар, дорожает какао, фундук, упаковочные горюче-смазочные материалы. Ну, то есть вот это все в совокупности влияет на конечную стоимость продукта. Что торт становится дороже, что шоколад становится дороже. Конечно, в Минсельхозе в курсе всего этого. И вот эту причину, которую производители озвучивают, тоже подтверждают. Говорят, действительно, у производителей сейчас все сложно. Работают в условиях значительных издержек и по-другому никак. Но вот, кстати, отдельные ритейлеры говорят о том, что это ведь ежегодная ситуация. То есть они каждый год подобные письма в период повышенного спроса на сладости получают. Ну, то есть перед Новым годом. И что просто вот поставщики не упускают возможности воспользоваться такой кратковременной конъюнктурой рынка. Ну, то есть на нас немножко подзаработать перед Новым годом. Все хотят перед Новым годом, когда есть такая возможность, чуть больше заработать, чтобы потом провести новогодние праздники. И, как я уже сказала, некоторые ритейлеры-ценники уже готовы заменить. Некоторые еще об этом думают. Помимо сладостей подорожает еще и рыба. Вот это на самом деле удивительно, потому что рыба и икра. Это удивительно. Почему? Потому что изначально Росрыболовство не обещало не то, что подорожание, а наоборот утверждало, что Путина была успешной, и, соответственно, цены будут ниже. Я даже сейчас процитирую. Вот в сентябре глава Росрыболовства давал интервью нашему сайту РБК и заявил следующее. Давайте я вот прям цитатой. В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы, порядка 500 тысяч тонн, в прошлом около 300. То есть объем предложения будет значительный, и понятно, что так или иначе цена на красную рыбу и на икру будет снижаться. Вот это конец цитаты. Но, очевидно, что-то пошло не так. Вот такой вот праздник к нам приходит. Катя, у нас есть еще звонок. А давайте мы его примем. Вот. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир, город Тверь. Ну, не знаю, как насчет 5 тысяч. Я буквально в эти выходные был на базаре. У нас икра на базаре стоит 6800. Ого. Хотя это недалеко, да, недалеко от города. А чья икра? По поводу подорожания цен, понимаете, ситуация заключается в том, что у нас нету рычага контроля. В хорошем смысле на ценообразование. Это касается не только продуктов. Это касается вообще все, чем пользуется или должен пользоваться человек. Начиная от услуг ЖКХ, заканчивая, соответственно, продуктами. Мы не знаем, насколько на самом деле дорожает сырье. Мы все должны, всему должны верить на слово. Никто у нас на биржах на сахар и на орешке не играет на упаковке. Но все говорят, что все дорожает. Хотя президент сказал, что основная задача – это повышение благосостояния. Как можно с такой инфляцией говорить о каком-то, скажем так, финансовом улучшении населения? Это вот по поводу цены. То, что сейчас подкручивают к Новому году, до него еще почти полтора месяца. Нет. А цены завышают с учетом того, что, безусловно, что-то до потребителей не дойдет. И это закладывают возможные убытки. Потому что, как говорится, лучше выкинуть, но держать цены, чем брать оборотом. Это вот мое мнение. Ну, я немножечко, скажем так, в теме этого вопроса. Это первое. А по поводу второй вашей темы, вот коронавируса, я считаю, что как население играет с государством в порядке, да, это по поводу вакцинации, точно так же и государство играет с населением по поводу введения этих QR-кодов. Когда, например, я поднимал вопрос в Тверском регионе, почему в крупных гипермаркетах QR-коды не вводили, а на маленькие прям талантные магазины вводили, ответы я не получил. При этом я хочу сказать, что в Тверской области мы прошли вот первую волну вот этого, да, локдауна, лучше всех. И свидетельством этому было прямо поток и шквал, таящий с Москвы, с Подмосковья, с Питера. У нас прямо вот их засилие было, понимаете. А сейчас государство принимает какие-то шаги, настроенные не на получение результата, а на сам процесс. То есть никто не хочет кусать его в сумочек. Позицию, да, спасибо. Ну вот, кстати, 6800 за икру. Я читаю сейчас ваше сообщение. Некоторые пишут, что действительно никаких 5000, никто таких цен не видел. Где-то 6, где-то 6500 рублей за килограмм. Ну, то есть то, что озвучивается сейчас нашими властями и то, что мы имеем по факту в магазинах, все-таки отличается сильно. И это на самом-то деле печально. Читаю еще, давайте, ваше сообщение. Я напомню, что я задаю вам вопрос сегодня следующий. Готовы ли вы на новогоднем столе экономить? Или, быть может, на подарках? Или вы из тех, кто уже закупился всем основным, все у вас в холодильнике готово, подарки готовы. Вот еще до такого серьезного подорожания, которое планируется в декабре. И вы спокойно реагируете на то, о чем мы сейчас говорим. Хотелось бы, чтобы вы были вот именно из той категории. Читаю, что вы пишете. Объясните, пожалуйста, почему за все это подорожание всего и вся платят простые граждане? Не вижу, кто Дмитрий из Великого Новгорода пишет нам. Почему за инфляцию платим мы? Может быть, уже из правительства кто-то заплатит, либо президент решения примет какие-то? Дмитрий, к сожалению, мы ответить вам на этот вопрос не можем, потому что сами этим вопросом задаемся. Марина из Москвы нам пишет на колбасе. Народ, это вы начинаете волновать людей. Я только от вас слышу о подорожании. Но, к сожалению, это не только мы говорим о подорожании. Это действительно то, что сейчас во всех СМИ и везде. И это сообщают нам и эксперты. Мы, кстати, сегодня свяжемся. Я надеюсь, ждем мы сегодня в нашей студии здесь в эфире Ирину Нагайцеву. Это представитель ассоциации Роспродсоюза. И я думаю, она объяснит нам на самом деле, есть ли подорожание или нет, с чем оно связано. Это просто производители играют в какие-то игры и пытаются заработать перед Новым годом. Или действительно проблема есть и им тоже нелегко. Добрый вечер. Олег из Сочи пишет. Буквально вчера купил кило икры. За кило отдал 5400. И это у знакомых. То есть это еще и в опте было взято. То есть 5000 это было прошлой зимой. Ну, мы, я думаю, сегодня у экспертов действительно спросим. Вот эта цена, которая озвучивается сейчас. Ну, возможно, знаете, это минимальная цена. А по факту она вполне себе может быть и другой, когда дело уже доходит до розницы. Ярмарка выходного дня в городе Орел с самыми низкими доходами. Икра 6500 красная. Это Артем нам сообщает. Ну, вот, то есть, да. Видимо, 5000 это где-то оптом. А в розницу мы получаем другое. У нас есть эксперт, Даша? Мы просили сегодня с Ириной Нагайцевой связаться. Она хотела выйти к нам в эфир. Если есть, то мы будем рады с ней пообщаться. Кстати, вот мы пока здесь к эфиру готовились. Даша тоже общалась. И она мне рассказала о том, как она печет торт. И вы тоже слышали, что мы рассуждаем здесь о том, как дорожают сладости. Да, это правда. Мы бы с тобой сейчас поговорили об этом. Но пока попробуем связаться с экспертом. А попозже с тобой обязательно обсудим и для слушателей это. Ну, я давай расскажу просто коротко. О том, о чем ты мне рассказала. Потому что Даша говорит, что она иногда любит печь сама. И вот если она печет торт, то у нее на торт уходит около, просто на продукты, да, уходит около 2000 рублей. Вот. И мы, естественно, тут с ней вместе задались вопросом, а сколько тогда должен, по факту, стоить хороший торт, который мы покупаем в магазине. Если мы берем его за 600-700 рублей, ну, в среднем, да, будем так брать. То, что же там в нем внутри? Большой вопрос. Кстати, вот по поводу того, что будет еще дорожать. Очевидно, будет дорожать еще многое, потому что сейчас есть серьезная проблема на границе ЕС и Беларуси. Понятно, вызвана она вот этим миграционным кризисом, который там сейчас сложился. И там просто огромные сейчас очереди из фур, а через Белоруссию, я напомню, да, проходит где-то около 10% российского импорта. То есть пытаются сейчас фуры как-то в объезд поехать через Латвию, Литву, но и там, соответственно, уже формируются пробки. Где-то 25 километров очередь, то есть по несколько дней эти фуры стоят, а один день такого простоя обходится примерно в 500 евро. Ну и понятно, что все это скажется на итоговой, на конечной стоимости всей продукции, которую эти фуры везут. Вот Даша говорит, у нас есть эксперт, Ирина Нагайцева к нам присоединяется, это представитель ассоциации Роспродсоюз. Давайте мы с ней пообщаемся, и все вопросы, которые вы здесь нам писали, почему же мы должны платить и кто накручивает, ей адресуем. Ирина, добрый вечер. Добрый день. Да, вот смотрите, то, что все дорожает само по себе уже, наверное, не новость, но хочется понять все-таки причину того, что происходит конкретно сейчас. Это производители пытаются перед Новым годом как-то выручку свою увеличить, понятно, потому что горячий сезон, или объективно сейчас сложная ситуация и у них тоже, и никак по-другому? Действительно, ситуация на рынке сегодня очень сложная. С одной стороны, у нас растет себестоимость производства продукции, с другой стороны, у нас падают доходы населения, и производители сегодня в некоторых даже можно назвать тисках, потому что нам нужно накормить страну и при этом не разрушить рынок и не разрушить бизнес. По всем абсолютно сопутствующим расходам в этом году мы наблюдаем рост, который влияет на себестоимость производства продуктов, и, к сожалению, он продолжается и по сей день. Например, если брать урожай и сырье. Из-за затяжного сева, засох в центре Поволжье и на Урале, новый урожай зерновых, который традиционно снижает розничные цены, мы получили позже. Урожай других видов сельхозпродукции, например, овощей, в этом сезоне тоже оказался ниже, чем и ожидалось, ввиду непогоды, нехватки рабочих рук из-за пандемии и других факторов. В этом году по многим категориям у нас подорожало сырье. Например, в секторе мясопереработки свинина за год подорожала на 30%, говядина на 20%, имеется в виду именно сырьевая стоимость. Мясо птицы выросло в цене на 50%. Логистика доставок товаров от поля до прилавка также выросла. Как известно, большая часть продукции у нас перевозится транспортом. Автомобильные грузоперевозки в среднем за год подорожали на 15-20%. В связи с тем, что у нас в отрасли усилилось регулирование, делились многочисленные системы контроля, что вызвало ускоренное выбытие старого автопарка и сокращение, скажем так, числа мелких грузоперевозчиков, а также недостаток вообще в принципе транспорта и водителей. Ситуация с логистикой, она остается достаточно сложной по сей день. Кроме того, у нас растет стоимость ГСМ. Плюс по логистике у нас накладывается кризис по контейнерным перевозкам на Дальнем Востоке. Кризис на белорусско-польской границе, где вот как раз таки я слышала, вы говорили о том, что действительно у нас очень долго стоят фуры и что также влияет на себестоимость, потому как один день продления это достаточно дорого, 500 евро. Соответственно, в портах Дальнего Востока тоже заторы, что вызывает рост стоимости как фракта, так и длительность логистики, за что также, собственно говоря, платят поставщики. Ирина, а что с рыбой-то? Вот я вижу, что нашу аудиторию этот вопрос, наверное, больше всего волнует, потому что нам сейчас наши слушатели присылают сообщения, у кого сколько в разных городах цена на рыбу и на икру. Действительно, ведь были разговоры о том, что все было хорошо, были хорошие уловы, и подорожание ничего не предвещало. Так в чем дело? Что касается рыбы, что касается сырья, то действительно на российском рынке дефицита сегодня нет. Вылов на Дальнем Востоке превышает 538 тысяч тонн. Это больше уровня прошлого года на 20%. Оптовые цены, например, на горбушу и ее икру снижаются. На Дальнем Востоке цены на горбушу в ноябре снизились на 38% год к году. В Центральной России горбуша подешевела на 31% год к году. Но оптовая цена на другие, для лососевых, например, на киту и нерку, выросла. Судя по вылову, цены должны снижаться. Но сегодня мы на рынке наблюдаем явный ажиотаж. Во-первых, у нас перед Новым годом действительно всегда дорожает, например, игра. Но в текущей ситуации он искусственно создается недобросовестными игроками, которые пытаются перед Новым годом создать искусственный дефицит, повысить спрос. И, соответственно, поэтому цена растет. И такая же ситуация наблюдается сегодня на рынке икры. Мы надеемся, что все-таки она стабилизируется. И также мы надеемся, что при этом качество предлагаемой продукции никаким образом не упадет. Ирина, у нас совсем немножко времени остается. Что делать? Запасаться? Вот сейчас пока еще 1 декабря не наступило, о котором нас предупреждают производители, что с 1 декабря начнут вот так вот цены основательно расти. Всем затовариваться сейчас и забивать холодильник? Если мы говорим в целом про разные категории продуктов, то нет. В твери новогодних праздников поставщики и сети зарабатывают на объемах продаж, которые кратно увеличиваются как раз-таки в декабре. Более того, все ключевые контракты к этому времени еще в октябре уже сформированы и изменениям не подлежат. То есть это означает, что основная масса продуктов питания будет продаваться по тем же ценам на полке, по которым она продавалась и осенью. В особенности, если речь идет о продукции длительного срока хранения. Кроме того, последние годы и текущие у нас не станет исключением. Большое количество продуктов для новогоднего стола будет реализовываться по промо-акции. Промо-зависимость населения сегодня высока и рост продаж с так называемыми глубокими скидками соответствует... Да, у нас, да, к сожалению, время. Вот совсем все. Есть еще даже? Нету. К сожалению, нету. Спасибо вам огромное. Но в следующий раз, я думаю, мы, к сожалению, к этой теме еще вернемся, обсудим. Это была Арина Нагайцева, представитель ассоциации Роспродсоюз. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу, потом вернемся. Редактор субтитров А.Семкин